Не учатся ничему некоторые Как себя привет? Да нет, конечно, не буду я вам сейчас давать слушать вкусный такой репчик, но, блин, слова в начале правильные, что никого ничего не учат. Но про это в конце. А сейчас давайте пробежимся по новостному блогу. Снова большой пожар в Сочи. Двухэтажное сооружение с мансардной крышей сгорело в Адлеровском районе. Теперь, наверное, вырастет новый объект недвижимости. Духота, мухи, запах канализации. Мужчина рассказал об отдыхе в Абхазии. Ребят, еще раз давайте про Абхазию. Смотрите, по-тому что дорого, гостевая комната, 9 человек в гостевом доме и так далее. Ребят, у меня, например, помощница летает отдыхать в ту же самую Абхазию. И есть там хороший отельчик. И она в этом отеле останавливается. Как бы он четырехзвездочный. А, даже пятизвездочный, если только полноценный отель. И там действительно все хорошо, прекрасно и замечательно. Понимаете? Поэтому, когда вы едете на отдых, когда вы берете жопное конченое место, без разницы, это будет Адлер, либо это будет Сочи, либо это будет Абхазия. Когда вы берете гостевой дом у дяденьки Ашоты и так далее. Ну, понятно, что будет и мухи, и то, и все, и воды не будет хватать и так далее. Понимаете? Ну, потому что на гостевые дома, ну, не рассчитаны они. Ну, понимаете, в гостевой дом, например, 5-10 комнат, а на дом всего лишь 15 кВт, по воде тоже определенные ограничения. И все. Какой там отдых может быть? Езжайте в нормальные места, либо берите квартиру уже, либо уже берите отель, и все, и будет вам счастье. По поводу того, что там как бы все недовольные, там тебя каждый хочет поиметь. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Каждый друг друга хочет поиметь. Каждый хочет что-то друг от друга. Очень редко, когда люди бывают такие, как я, бескорыстные и так далее, да, когда, там, не знаю, там, можешь, там, смотришь, там, девушки не могут, там, группы, мать, там, хочешь, там, блесну отдал, там, что-то еще, там, раз, там, там, мальчику мог и так далее. А все остальные люди, они корыстные, они как бы просто так ничего не сделают, понимаете? Все. Ну, знаете, в ресторан пришел парень с девушкой, все, парень заплатил, все, девушка уже должна. Он заплатил не потому, что он джентльмен, а потому, что он понимает, что, блин, он сейчас за это заплатил, и она ему обойдется дешевле, чем стриптизерша на этот час, понимаете? Вот как бы так. Поэтому все корыстные, и обвинять, что там Абхаза корыстная, а это не бескорыстный, да, бред это все. В товаро-рыночные отношения, все, это нету, у нас, когда там все друг другу помогали и так далее. Таких людей мало, и то они сейчас к психологу ходят, и меня психолог сейчас пытается излечить от того, чтобы я не помогал людям. Потому что, ну, очень много там. Опять, вот, только начался год, еще толком ничего не успел, опять, блин, взяли, там, помогли, там, какому-то мальчику с операцией. Опять взяли, помогли детям с праздником вот этим. Опять, короче, еще год не начался, а уже 200 тысяч раз и ушло. Да, кстати, у меня еще и друзья присоединились, конечно, у них, может, не 200 тысяч, но тоже они прям помогли. Во всяком случае, дурной пример заразительный. Вот как бы так. Сегодня какой? 23 января. Уже минус 200 тысяч на благотворительность. Понимаете? 200 минус. Нифига психолог не помогает. Важно сохранить уникальный стиль. Мэр Сочи оценил ход работ по кинозалу фестиваля. Короче, кинозал это фестивальный, там я был, классно. Там сейчас, наконец, поменяют сиденье, там будет комфортно находиться и так далее. В общем, мэр города проинспектировал. Ну, крутое место, знаковое место, действительно крутое. В Сочи массовая авария. Шесть машин в одном месте. Это, конечно, по дороге из Адлера в Сочи, соответственно, там на стол армагица Пекалипсец. Ехали, само собой, там и Камри замешана, и Пятнашка замешана. В общем, все подряд. Ну, кто виноват? Виноват несоблюдение скоростного режима, виновата Камри, у которой отсутствуют тормоза от природы, от рождения. Ну, и, в принципе, так. Ну, и, конечно же, самое главное, это игнорирование правил дорожного движения. Ночь на 22 января в Сочи вспыхнула квартира на первом этаже, в десятиэтажном доме. В итоге, ну, это было на Тимирязево. В итоге эвакуировали у всех и вся. Вот так вот. Село страшненькое, делать здесь нечего. Россиянка рассказала об отдыхе в Крыму. Блин, само собой, село Крым и страшненькое и так далее. Опять же, я повторюсь, в Крыму можно отдохнуть очень даже хорошо. Рекомендую гостиницу и турист. То есть, классно, получите удовольствие, получите вид, все. Да, чуть подороже, да, чуть поинтереснее и так далее. А на самом деле, я когда там был, например, я из Интуриста дал 5 тысяч. А были люди интересные, которые давали за гостевой сарай 4 тысячи. Да лучше за 5 тысяч в Интуристе, правильно, чем за 4 тысячи в гостевом сарае. У меня там, тем более, еще еда была включена. Там такой был завтрак обалденный и так далее. Поэтому все зависит именно от вас. От того, кто как настроился и как хочет отдыхать. Олимпийский чемпион открыли в Сочи новый зал спортивной борьбы. О, представляете, где в Сочи лучшая природа? У нас в клубе. Где лучшая природа? У нас в клубе, так бы сказал Тимати, а у нас по-другому. В общем, показали мэру новые такие классные маршруты. Вот как бы так. А вот в Сочи национальный парк выпустил интерактивную карту местов и лесов. Понимаете? И там можно нажать и все. Я с утра пробовал, нажимал, нажимал все утро. Ничего у меня не получилось. Идея-то хорошая, но была немножко не реализована. А в Сочи спасли людей, застрявших в горах. Представляете, представляете, представляете. Ну, спасли, спасли, вам хорошо. Красавцы, молодцы. Все, вот это, понимая, аттракцион получился. Офигенно, да? Невидно на щедрости. Ну и теперь давайте по поводу жилого комплекса, который называется Красная площадь. Вчера в утреннем в отцовом блоге я сказал по поводу того, что там у меня знакомая девочка купила квартиру. Там 50 квадратных метров. Еще одна такая же квартира, я с ней осталась. 50 квадратных метров, сказал, что 4 миллиона. Да, в принципе, я вас не обманул. 4 миллиона, правда, это сумма в договоре. А так она купила квартиру за 25 миллионов рублей. Вот 50 квадратных метров она купила за 25 миллионов рублей, но сумма в договоре, потому что там документы только получили в конце 2019 года. Соответственно, еще не 5 лет, поэтому она согласилась, что у нее сумма в договоре всего лишь 4 миллиона рублей. 4 миллиона рублей. Вот она говорит, а когда квартира стоит 25 миллионов рублей. Ну, соответственно, начали мне там написывать, да, написать, ну ладно, как женщины 45 плюс написывать, да, и понятно, что это там наивные там фантазерки и так далее, но когда мужики стали писать, я был просто в шоке, просто в шоке. И знаете, самое интересное, писали вот из той категории, да, вот ту, которую вчера обсуждали, которую не любят все риэлторы, 4 миллиона, а можно в ипотеку, а можно все документы скинуть моему юристу, а можно то, а можно все, а можно то и так далее, пошло-поехало. Ну, говорю, когда женщина пишет, да, 45 плюс, это нормально, но когда пишут мужики, а особенно те мужики, которые живут в городе Сочи, ну блин, ну я хотел к нему обратиться, ну что, ребят, что у вас с головой, ну реально, вы реально думаете, что я беру за 8 миллионов рублей, покупаю квартиру на транспортной в 35 квадратных метров, хотя я могу на эти деньги купить две квартиры в жилом комплексе Москва по 4 миллиона рублей. Вы реально думаете, что я беру свою, себе покупаю квартиру за 8, а вам продам за 4 миллиона в жилом комплексе, который называется Москва? Вы серьезно так думаете? Неужели вы думаете, что если мне приспичит, например, взять квартиру такую, я не смогу быстренько квартиру, которая сдается за 40 тысяч в месяц, продать ее там за 4, за 5 миллионов рублей, если это будет срочная продажа? Слушай, вы серьезно так думаете? Ну если вы так думаете, вы просто, ну придурки, я по-другому не могу сказать, и дебилы, ну вот я никак не могу сказать. Я взял для интереса этих людей, которые там мне вчера написали в общей сложности 15 человек, я взял для интереса пробил, пробил у других риелторов, у всех, как, что там, ну как записаны, записаны и так далее, да, как бы, ну и само собой, как бы, уже для себя сделал вывод, там, да, как бы, теги такие есть, там, где-то контакты, берешь, заходишь, и там такие теги, там, накуренный фантазер, мечтатель и так далее. Ребят, еще раз повторюсь, вы можете сколько угодно сидеть на ютубе, можете смотреть всех блогеров, всех риелторов, всех, но вы никогда в жизни себе ничего не купите. Первое, у вас не то мышление, потому что даже за 4 миллиона рублей, а вот то, а вот, а можно ипотеку, а вот это, а можно ипотеку без первого взноса взять, а можно то, а можно все, это первое. Второе, вы слишком будете долго думать, и эти варианты уйдут. Я недавно вам говорил, и были хорошие, у меня отличные варианты, у меня было 20 предложений от инвестора, это была правда, чистая правда, в жилом комплексе Фазотрон, точнее, в апартаментном комплексе Фазотрон, где вы могли купить себе апартаменты по 170 тысяч рублей за квадратный метр, долго был наличный расчет и так далее. Но что, ничего у вас не получилось, потому что вы просрали этот момент, да, как бы другие купили. Покупили, кстати, интересно, опять купил инвестор, инвестор, кто инвестор, и вот эти квартиры сейчас будем перепродавать через месяц уже, ну, дорого для вас. Это первое. Второе, по цене получается 50 квадратных метров, 4 миллиона рублей, вы даже стройку, которая сейчас идет под снос, вы даже стройку под снос не сможете купить. Даже ту стройку, которую сейчас все знают, что ее сносят, и даже вы не сможете купить. Вот то, что сейчас продается под снос, 50 квадратных метров, вы купите по 150 тысяч рублей за квадратный метр. Более-менее, что более-менее нормальное начинается от 200 тысяч рублей за квадратный метр. Теперь по поводу того, что можно купить за 4 миллиона рублей. За 4 миллиона рублей единственное безопасное предложение в Большом Сочи, это там апартаменты, где я купил себе. У меня есть видеоролик, можете посмотреть, который находится в Адлере, там да. Но вы купите за 4 миллиона не 50 квадратных метров, и даже не 40 квадратных метров. Вы за 4 миллиона рублей купите 21 квадратный метр черновой, и это будет в стройке. Поэтому не те, что себя иллюзиями и так далее, понимаете. Еще раз повторюсь, ни один из вас, кто смотрит меня, никогда в жизни не сможет в Сочи купить горячее предложение. Максимум, что сможет купить, геморрой на жопу. Не сможет. Потому что у меня как минимум 5 человек находятся в прекрасном городе. Как минимум, у меня есть такая же сумма, которую я вам озвучивал. Если такое предложение появляется, я сам его выкуплю и сам же поставлю на перепродажу. Никто из вас. Я вижу, как вы записаны у других риэлторов и так далее. Там лид такой-то, лид там лох. Ну так вот все вы написаны. Вы можете сами себе посмотреть. Не верите, все, кто мне вчера писал, можете взять и зарегистрироваться в Детконтакте. Это не реклама, а в Детконтакте. И посмотрите, как записано у всех там риэлторов и тому подобное. Вы совсем пытаетесь там ерзать. И в итоге, еще раз повторюсь, ничего хорошего не будет. Цены в 2016 году были такие. Да, 4 миллиона рублей. У меня до сих пор остались переписки. Когда дом считался проблемным, когда он 5 лет стоял и ничего с ним не делалось. И там действительно квартиру в проблемном доме, в проблемном доме можно было купить за, получается, за 4 миллиона рублей 50 квадратных метров. Такие цены были, действительно. Но сейчас это хороший, безопасный объект. И не каждый даже риэлтор, не каждый из вас может потянуть, да. Ну, 25 миллионов, ребят. 50 квадратных метров. 25 миллионов вот такую купила, да. Черновая. Ну все. Но сумма в договоре была указана 4. Поэтому у него были определенные проблемы с оформлением ипотеки. Поэтому, еще раз хочу вам сказать, волшебства не бывает. Да, я показываю вам квартиры ниже рынка, либо еще что-нибудь. Но, как показывает практика, сейчас не бывает в Сочи горячих предложений. Все, кто хотел избавиться, уже избавились. Даже вот фазотрон, да, вот как бы была уникальная возможность для вас, да, для многих. Ну, многие же из вас тупили просто жестко. Просто жестко тупили, нереально тупили. По 170 тысяч за кратный метр фазотрон. Там, да блин, это реально подарок просто, подарок. По поводу того, кто спросит, купил ты себе или нет? Нет, я не купил, потому что у меня в тот момент, я там купил квартиру, это, там еще, у меня, короче, не было денег. Ну, так получилось, что у меня не было денег. Но, если у меня были на тот момент свободные деньги, я бы купил. Просто я в складчину ни с кем не хотел, да, с кем ни с кем скидываться. А у самого мне немножко не хватало. Соответственно, там минимальная стоимость, которую мне предложили, там было 5500, а у меня было всего лишь 4 миллиона. Как бы полтора миллиона у меня нет. И, конечно же, там про такие рассрочки по таким ценам, когда от застройщика тот же самый апартамент стоит 10 миллионов рублей, вам предлагается за 5500, то, конечно, там никаких рассрочек, ничего и разговоров не может быть. Поэтому я там не купил. Ты же скажешь, может, там все я купил? Нет, не купил. Я не купил фазотрон, у меня не получилось, с днями в тот момент, ну, не получилось. Сейчас вроде получается, но уже таких предложений нет. Потому что вот только вчера вот я их пробивал, уже эти же предложения, которые были по 170 тысячам, ближе к каждому метру, уже их выставили по 350. Просто по 350. Х2 сделали и все. Вот как бы так. А по поводу того, что обман, не обман, ну, как бы, при чем здесь обман? Ну, обмана нет. 4 миллиона в договоре. То, что стоит 25, ну, то, что из вас кто-то подумал, что можно купить квартиру в объекте, который построен по федеральному закону, 214 за 4 миллиона рублей. Ребята, вам нужно в больницу идти. Вам нужно идти, ну, как бы, лечить свою голову. Если вы думаете, что там в Сочи бывают такие цены, ну, как бы, я вам сочувствую. Это диагноз. По поводу того, что... Да, самое главное. Ладно, если бы там наивные бабушки 45+, да, ко мне обращались, но еще и написали 3 риелтора. Я так к этим риелторам обращаюсь, которые написали мне. Ребята, ну, из-за таких дебилов, как вы, и у нас вот и ходят мифы, что там можно в Сочи купить там дом за 5 миллионов, там, квартиру в Милинг Тауэр, там, за 7 миллионов рублей и так далее. Ну, и что вы? Ну, у вас башка должна... Я понимаю, что вы там стажеру, что вы там полгода стажируетесь. Я все это прекрасно понимаю. Ну, соображалка-то должна быть. Ну, не знаю. Мне прям захотелось уже скриншот переслать вашему руководителю, руководителям отделов продаж и так далее, да, руководителям того, где вы, ну, вы... Ну, я все понимаю, ну, вы реально, как бы, если вы, ну, как бы, допускаете мысль, что можно купить квартиру за 4 миллиона рублей, которая стоит 25 миллионов рублей, ну, конечно, я представляю, какой бардак после того, как пообщаются наши клиенты с вами. Я понимаю, что какую чушь вы преподнесете тем же самым, не знаю, там, тем же самым потенциальным клиентам, если даже вы в это верите, живете в Сочи. Три риелтора мне еще написали. Ну, вы реально, вот эти риелторы, которые мне написали, вы дебилы, вот, я, ну, ничего не могу сказать. Я уже, уже просто, и самое интересное, не только я, только думаю, мне помочь сочетать ватсап, она говорит, ну, ты представляешь себе, говорит, и эти люди работают риелторами в городе Сочи. Отсюда и понятно, что никогда в жизни фейки не закончатся. Люди всегда у нас будут верить непонятно во что, непонятно зачем, непонятно как. Вот так вот. Ладно, ребят, вам всем хорошим настроением, побольше вам позитивом. Сейчас помоем машинку, побежим с вами дальше. Ну и, знаете, конечно, вчера меня жестко, жестко сильно вы все удивили. Я много чего в жизни видал, но такого возвращения я не встречал. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...